17 января. Я вновь на прогулке. Тра-ля-ля. Снегопад, снегопад. Смотрите, что творится. Все белым-бело. Белым снегом замело. Но у нас беседа. Продолжение темы. Многие думают, что тут здоровье начинается с питания. Дыхание. Ну и прочее там. Нет, здоровье начинается в первую очередь со спокойствия. Вот она подружка бежит. Кобелек. Кобелюшка-кобелек. Кобелюшка-кобелек. Боишься? Не боишься? Кобелюшка-кобелек. Все начинается с умственного спокойствия. Такой безмятежности. Хорошо идти. Минус 11 снег хрустить. Вот. Чтобы, как бы сказать, изначально наша, я это называю, полевая форма жизни. Это дух. Дальше идут всевозможные тонкие тела, которые выстраивают фантом, шаблон, по которому будет строиться физическое тело. Далее, естественно, у них идет своя жизнь, которая отражается на физиологии. Ей заведует. Казалось бы, вот человек, например, вот человек просто-напросто идет. Идет там или сидит даже в кафе, пьет кофе, тарах-то так. И тут там ему там по телефончику сообщают какую-то новость. Ну, как-то не хочется ничего негативного привозить. Ну, типа возьмем наводнением. Снесло дом, в котором он живет. Так. Чтобы такое особо не встречалось в нашей жизни. И что? И вот, будем говорить, в спокойной обстановке. Нету никакой двигательной нагрузки. Ничего нету. И что происходит? От волнения, осознания того, что где-то что-то произошло, которое относится к нему, подскакивает давление, учащается сердцебиение, выбрасываются гормоны, наступает спазм мускулатуры. И в зависимости от того, какое изначальное состояние организма, может наступить то или иное повреждение. И вот, Леонид Ильич становился все более влиятельным. Но ему приходилось не сладко. Он был очень впечатлительным. Работать ему приходилось под руководством Алексея Владимировича Кириченко, которым руководил им. Человек он был малообразованный, с очень тяжелым характером. Леонид Ильич записал в своем дневнике. Алексей Иларионович страшно обидел, унизил, оскорбил меня, подозревая, что я улыбнулся одному человеку. Был сердечный приступ. Почти на день вышел из строя. Я надеюсь, это ясно и понятно. вот поэтому перекись водорода, сода, керосин. И еще я мог бы многое добавить. Травки. Все это оказывается не удел. Почему? Потому что затронуты совершенно иные области нашей сущности, на которые эти вещи не оказывают никакого влияния. Никакого. И самое интересное, попытка лечить подобное состояние антидепрессантами, когда у человека отсутствует желание жить из-за того, что я там как раз это высказывал в предыдущем видео. Потому что человек столкнулся с несправедливостью, с явной несправедливостью. Он не может на нее повлиять никак. А об этом давным-давно знали, несколько тысяч лет назад. Например, был случай увеоценный. Молодой человек тяжело заболел. Пригласили его. Он посмотрел на этого молодого человека. В молодости как вот можно заболеть? Вроде того, нету там паразитов, нету. никаких болезней нет, а он чахнет. Оказывается, несчастная любовь. Ему запретили общаться с девушкой, которую он полюбил. вот это вызвало вот такое негативное отношение к окружающему миру. А зачем тогда жить? Когда мне то нельзя делать, это нельзя делать. И он впал в депрессию. Естественно, со всеми вытекающими последствиями. но к счастью, объяснил семье, что, что и как, позволил взять в жены эту девушку, произошло выздоровление. Еще тут лекарства или еще что-то. бисколизм, чистки печени, жевание свежевыжатых соков, салатов и прочего. Видите, какое интересное лечение оказывается, может быть. И я вам практически постоянно говорю исцеление радостью. Радость, которую можно брать из нашего бытия. Она нас окружает. Вот она, эта красота. Но мы, если у нас есть какая-то проблема, мы ее не замечаем, не видим, мы погружены в нее. И во многом, во многом мы придумываем эти проблемы сами. Причем навинчиваем их, накручиваем их в себя, что вообще нам в жизнь не в радость, сосредоточены только на проблемах, на каких-то этих. То есть мы их решить не можем, ну вот про себя там будем говорить вот так вот, вот так вот, несправедливость. вот так вот